По четырёх может пройти. А, это? Я понял, что ты говоришь. Ёлки-палки, злодей. Я уже говорил, что он может пройти, вот эта жертва, блин. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим классный шашечный микроматч, который состоялся в рамках четвёртого турнира мастеров на Гамблере в 2020 году. В первую партию играли неоднократный чемпион мира Сергей Белошиев и молдавский мастер Денис Дудко. Ну, давайте рассмотрим сперва первую партию. Я покажу примерные планы игры, как правильно надо играть белым. А во второй партии, друзья, вы увидите настоящий шашечный шедевр. В первой партии белыми играл Денис Дудко. Соперником выпала следующая жеребьёвка дебюта «Летающая шашка». Белая А3 летит на Ж5, чёрная С7 летит на А3. Ну, в этой позиции возможны два плана игры. Либо играть Ж4, обычно все таки играют. Ну, либо, допустим, играть Ж4 или Е4 с разменом 3 на 3. Здесь у белых также позиция более приятная, но так обычно никто не играет, потому что количество шашек уменьшается на доске. Поэтому обычно в этой позиции все играют Ж4. Бой-бой. Ну, естественно, сейчас Ж6 нападать нельзя из-за простого удара ФЖ3. И чёрные останутся без двух шашек. Поэтому после размена надо закрыть дырку на С7. Либо играть на А5, как было во второй партии, либо играть БЦ7. На ход БЦ7 лучше всего сыграть Ж6, не давая нападений с поля А6. Ну, тогда возможен следующий вариант. ФЕ5, ФЕ3, ЖФ6. Ну, и в партии я считаю, что Денис Дудко сыграл не точно. Ход Е4 уже упускает преимущество со стороны белых. Партия становится более-менее равной. До этого у белых было преимущество. Здесь преимущество сохраняется при ходе именно АЖ3. Ну, и далее возможен следующий вариант. Вариант БА5, ЖФ4. Меняемся назад, запасаемся запасными темпами. Извините за тавтологию. Допустим, АЖ7, ЖХ2. Ну, видите, ФЖ3 сейчас сыграть нельзя, потому что последует вот такой ударчик. Ну, и у чёрных здесь серьёзное преимущество. Видите, гамбитная позиция. То есть, у белых две шашки по большой дороге, у чёрных одна шашка. Поэтому у чёрных здесь большое преимущество. Естественно, играем не ФЖ3, а ЖХ2. Ну, и далее, возможно, допустим, ЦБ6, АЖ3. Белые играют своим сильным правым флангом и ждут, когда чёрные сыграют БЦ5. Чёрные максимально, естественно, сопротивляются. Допустим, играют ФЕ5, ЖХ4. Продолжаем ждать, ЖФ6, ФЖ3. Ну, и здесь уже чёрные волей-неволей вынуждены сыграть БЦ5. Белым только это и надо. Ну, и возникает известная уже давно позиция. Играем ЦД4 и бьём с перебоем на Б4. Ну, и после всех разменов здесь у белых большое преимущество. Например, АБ2. ДЦ7 единственный ход, всё остальное проигрывает. И белые ставят очень хорошую позиционную ловушку. ЕД2. Здесь чёрных ещё спасает ход ДЕ5. То есть, после ДЕ5 ещё ничья возможна. Например, БЦ3, ЦБ6. Белые, допустим, меняются назад. Б5, ФЖ3, ЕД6, ЖХ4, ЦБ4, ЕФ4, ДЦ5. И возникает знаменитая позиция шашиста Швидкова. Белые нападают ФЖ5. И здесь надо играть только ФЕ7. Этот ход ещё ведёт к ничей. Например, АЖ7 пожертвовали шашку. И ЖФ6 разменялись. Белые возвращают лишнюю шашку, ЦД4. И меняются БЦ3. Далее, допустим, ЕД6. Чёрные вынуждены жертвовать шашку АБ2. И затем играть ЦД2. Ну и постепенно чёрные здесь достигают ничей. Естественно, что в этой позиции нельзя было играть ФЕ5. Надо играть только ФЕ7. ФЕ5 здесь уже проигрывает. Ну, вкратце покажу. ЖФ6 разменялись. И АЖ5. Ну и чёрные здесь проигрывают. Если ЦД4 и БЦ3, тогда просто нападаем ЖФ6. Ну и чёрным надо играть АБ2, допустим. Не бьём на А3, а бьём именно на А8. И здесь возникает Субсванг. Например, чёрные вынуждены ставить шашку на А1. Видите, ЦД2 играть нельзя, потому что белые побьют на Е3. И чёрные никогда не смогут поставить дамку, так как она будет поймана. Поэтому чёрным приходится ставить дамку. А здесь просто играем ЕД6 и чёрным некуда ходить. Остаётся только сдаться. Если же в этой позиции чёрные, допустим, менялись таким образом. Просто идём в дамки. Ставим дамочку. Надо отходить. Ну и ждём. То есть, когда чёрные сыграют, допустим, таким образом, просто идёт удар по затылку и белые побеждают. Ну это уже давно всё известно, да. Ну вот, самое главное тут ловушка какая была. В этой позиции надо играть именно ДЕ5. А вот ФЕ5 уже красиво проигрывает. На ФЕ5 играем БЦ3. И видите, грозит удар. ЦБ2 и ЕФ4. А если чёрные играют ЕД4, выигрывают шашку, то здесь снова проходит вот такая красивая комбинация. ЦБ2, ЕФ4. И белые очень красиво побеждают. Вот такой выигрыш. Это уже всё давно известно. Возможно, что в этой позиции Денис Дудко пытался как-то запутать своего именитого соперника и поэтому сыграл ЕФ4 вместо АЖ3. Здесь уже позиция более-менее равная. Чёрные играют ФЕ5 и, видите, не дают сыграть АЖ3 из-за банального ЕД4. А допустим, если сыграть ФЕ3, тогда уже АЖ7. И снова, видите, АЖ3 нет из-за ЕД4. То есть у белых начинаются проблемы. Поэтому Денис Дудко играет ФЖ3. Сергей Белышев выжидает АЖ7. И на ход ЖС4 чёрные делают ловушечный ход ЕФ4. На самом деле не сильнейшее продолжение. Всё-таки наиболее сильный план здесь играть БЦ5. Именно таким образом. Теперь белым надо играть ЦБ4 и пытаться охватить центр чёрных. Видите, он рыхловат. У чёрных отсутствуют шашки на дамочных полях. Кроме того, застряли шашки на полях Ж7 и А7. Поэтому позиция здесь более-менее равная. То есть чёрным надо играть СД4. Ну и на ход БА5 играть ЖФ6. Ну и здесь возможен такой план, допустим. На АЖ3 чёрные уже меняются. ДЦ3. Допустим, двойной размен. Ну и здесь примерно равная позиция. То есть мы играем АБ2. Чёрные рано или поздно вылезут на поле Е5. Либо ФЕ5, либо ДЕ5. Допустим, таким образом мы разменяемся назад. И позиция более-менее равная. Так, после же хода ЕФ4 белые могли получить более хорошую позицию. Денис Дудко сыграл ЖФ2. Тоже считаю ошибка. Правильно было играть в этой позиции именно АЖ5. Отличный ход, ставящий перед чёрными проблемы. Ну, надо жертвовать либо ФЖ3, либо ФЕ3. Если чёрные жертвуют ФЖ3, наиболее правильный план игры, и нападают, тогда мы играем ФЕ5. Приходится бить на АЖ4. Ну и белые меняются ЖФ6. То есть, получается тоже гамбитная позиция, но у белых, видите, очень много запасных темпов. Поэтому у белых здесь большое преимущество. Чёрным надо думать об уравнении. Если же чёрные жертвуют шашку в эту сторону и нападают, здесь преимущество белых ещё больше. Играем уже не ФЕ5, а именно СД4, и затем ДЕ5. Ну и грозим разменяться, допустим, АЖ3, и постепенно пойдёт марш шашки Ж3 на поле АЖ8. Тут у чёрных большие проблемы. Поэтому после хода ЕФ4 всё-таки надо было играть АЖ5. А вот ход ЖФ2 уже не точность. Сергей Белошев тут же реагирует, играет ЖФ6. И здесь у чёрных очень большое преимущество. ФЖ3 единственный ход, и чёрные меняются. ФЖ5. Бой, 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 бой. В этой позиции белые сыграли СД4, другого нет. И чёрные играют ЖФ4. Ну, так, прошу прощения, как раз вот в этой позиции ещё была ничья у белых. СД4 уже проигрывал, да. Покажу красным. А вот ничья ещё была. Для этого надо было пожертвовать шашку СБ4. И разменяться вот таким образом. Ну и здесь ещё ничья была возможна за белых. Позиция у чёрных лучше, но выигрыша нет. А вот после СД4 уже, похоже, ничьей у белых нет. Чёрная игра от ЖФ4. Ну и в партии чёрные выиграли после размена белых ТЦ5 и ДЕ3. Бой, бой. Чёрные играют ДЕ7. Не дают разменяться ЕФ6, потому что чёрные тогда пойдут в дамки. Поэтому приходится играть БЦ3. Тогда играем АБ6. Ну и на ход СД4 играем Б5. Заставляем белых сыграть ДЦ5. То есть видите, на АБ2 уже АБ4. Особо не пошевелишься. Поэтому приходится играть ДЦ5. Тогда чёрные выигрывают шашку. Кажется, что ничья за белых не за горами. Но на самом деле это не так. Везде здесь уже выигрыш чёрных. То есть на ход АЖ7 чёрные чётко играют АБ4. И выясняется, что дамку ставить белым некуда. То есть на ход ЖФ8 она тут же ловится. А если белые, допустим, ставят дамку на АЖ8, как и было в партии, тогда уже играем ФЕ3. Ну и здесь у чёрных выигрыш. То есть видите, СД2 здесь бесполезно было играть тоже из-за хода СД6. И снова дамку ставить некуда. То есть на ЖФ8 будет АЖ3. А на ЖХ8 будет уже ловля. Такая небольшая комбинация. ФЕ3 и БЦ3 с выигрышем. Поэтому в партии Денис Дудко после АБ4 поставил дамку на Ж8. И Сергей Белошиев сыграл ФЕ3. Здесь ещё можно было посопротивляться, сыграть, допустим, дамкой на Е5. Чёрные отходят, затем на Б8. Но здесь всё равно у чёрных выигрыш. ЕФ2. Играем АЖ3, ещё как-то сопротивляемся. Тогда чёрные ставят дамку именно на поле Ж1. Ну и после хода ЖФ4 играют БЦ3. Видите, у белых ходов тут особо нету. То есть на ФЕ5 чёрные выиграют ещё одну шашку. Ну и здесь лёгкий выигрыш. Поэтому белые здесь ещё как-то сопротивляются. Ну дамкой на срединные поля, видите, нельзя пойти. Тоже из-за СД2. Поэтому остаётся играть только БС7. Ну и здесь выигрывают вот такой манёвр. Присоска или контрудар. ЦБ2. Приходится бить на Ц3 шашкой. И затем БЦ5. Бой. Бьём на Б6. Ну и здесь тоже всё довольно-таки симпатично заканчивается. ФЕ5. Ограничиваем шашки белых. Дамку ставим на Д8. Ну и после хода ЕД6 ведём шашку А4 в дамки. АЖ3, СД4, ЖФ2, ДЕ5. Ставим дамку на Ж1. Ну и после жертвы вынужденной ЕФ6 бьём именно на Ж5. Видите, на ход ДЦ7 уже проводим вот такой удар. Жертвуем дамку и бьём две шашки с выигрышем. Ну это наиболее сильное сопротивление в этой позиции в партии. Денис Дудко сыграл АБ2 вместо постановки дамки. И Сергей Белышеев выиграл таким образом. ФЕ3. Горозим подорвать пункт С1. Белые ещё ставят дамку на А8. Можно было сыграть здесь ЕД2 с выигрышем. Ну Сергей предпочёл ход СД6. Здесь тоже выигрыш. Видите, дамкой не пошевелится. Из-за хода СД2. И чёрные выигрывают таким образом. Поэтому приходится белым жертвовать шашку ходом СД2. Тогда бьём, допустим, в Е на С1. Денис ещё пожертвовал вторую шашку. Сыграл дамкой на Ф6. После постановки чёрными второй дамки здесь уже сдался. Тут сопротивление бесполезно. Вот такая интересная партия. Не безошибочная, но красивая. Во второй партии всё было ещё более интересно. Белыми играл Сергей Белошиев. Также белые разменялись ЖХ4. И чёрные здесь уже вместо хода БЦ7 сыграли БА5. Тоже такой ход возможен. Белые снова играют ЖХ6. Не давая нападения чёрным с поля Х6. И чёрные играют ФЕ5. Ну и далее, возможно, ФЕ3, ЖФ6. АЖ3, БЦ7. Белые играют ЖХ2. И на ход АЖ7 здесь белые применили интересный план игры. Можно было, конечно, разменяться ЖФ4 назад. Но здесь есть гораздо более интересный вариант. Ход в стиле чемпиона России Олега Дашкова. ЕД4. Такой неожиданный ход. Но он здесь возможен, потому что, видите, у чёрных ослаблено поле Х8. Ну и у чёрных есть два плана игры. Если чёрные меняются, допустим, ЕФ4, здесь партия очень быстро заканчивается. Играем ЕФ2 и шашка Ф4 постепенно белыми отъедается. То есть, видите, ходить некуда. Приходится жертвовать, допустим, ФЕ3. Ну и на ход СБ6, допустим, играем ФЖ3. Чёрные меняются назад. Ну и просто СД4. У белых здоровая лишняя шашка. Я думаю, что тут реализация не вызывает трудностей. Реализация выигрыша. Поэтому в партии Денис Лудко предпочёл сыграть СБ6. Здесь белые проводят вот такой удар. СБ6 отдаём две шашки и прорываемся в дамки. Приходится ставить дамку на Ж1. И здесь белые очень красиво побеждают. СБ6. Видите, дамка чёрных ограничена. То есть, на любой ход она будет тут же поймана. А дамку белых здесь чёрные поймать сами не могут. Видите, допустим, на ход ДЕ5 чёрные вроде бы ловят дамку белых, но здесь белые проводят симпатичную комбинацию. То есть, АЖ7, СБ4. Ну и белые побеждают. Да, конечно, чёрные снова ловят дамку белых. Но у белых здесь здоровая лишняя шашка. Выигрыш здесь не вызывает сомнений. Такая интересная задумка у белых. И чёрные здесь ещё максимально сопротивляются. Денис Зудко сыграл дамкой на поле С5. Здесь у белых был довольно-таки простой выигрыш. Надо было играть СБ4. Смотрите. После СБ4 чёрным некуда ходить, потому что на любой ход дамка чёрных будет поймана. То есть, если отойти, допустим, на Ж1, просто играем ЕД2, жертвуем первую шашку, затем ДЕ3, и чёрные здесь быстро проигрывают. То есть, видите, а если здесь, допустим, сыграть ДЦ7, тогда делаем выжидательный ход белой дамкой на поле С3, и снова чёрным не пошевелиться. Приходится, допустим, на Ж1 играть, тогда снова отдаём одну шашку, вторую, и белые здесь также легко побеждают. Вот такой простой выигрыш был у белых. В партии Сергей Белошиев уже расслабился, и в этой позиции вместо выигрывающего хода СБ4 он пошёл ЖФ4. В принципе, кажется, что те же идеи сохраняются на любой ход, но здесь выясняется, что у чёрных есть очень красивая и неожиданная жертва четырёх шашек, а всё остальное проигрывает. АБ4, ЕФ6, и выясняется, что здесь чёрные даже выигрывают. То есть, просто нападаем СД6, ну, лучше отойти, чтобы у белых была возможность как-то хотя бы выстроиться на полях С5, Д4, Е3. Чёрные снова нападают, и белые начинают жертвовать шашки. Отдают одну шашку, допустим, СД4, ХЖ3, ДЦ5, ДЦ7, ну, и здесь везде у чёрных выигрыш. Например, ДЦ3, СБ6, и на ход СД4 играем ЖХ2. Белые подтягивают силы и пытаются построить петлю для поимки дамки, чтобы развязать затем свою дамку на поле H8. Но здесь при правильной игре у них ничего не получится. Играем дамкой на Б8. Ну, и после хода ФЕ3, здесь у чёрных был очень красивый этюдный выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за чёрных. В партии Денис Дудко ошибся, сыграл дамкой на поле H2. И белые всё-таки здесь достигли ничьей. Хотя у них здесь даже уже получается выигрыш был. То есть отдаём шашку и затем ловим дамку. Чёрные сыграли БЦ5 и белые сыграли ЕФ4. Чёрные сыграли ЦБ4 и здесь на радостях Сергей Белышеев проскочил мимо выигрыша. То есть, видимо, перенервничал и сыграл ФЕ5. А на самом деле здесь выигрывал простой ход АБ2. То есть подрываем пункт А6. Ну и здесь белые легко побеждали. А вот после хода ФЕ5 здесь уже выигрыша у белых нет. Чёрные играют БЦ3. Белые ЕД6. Чёрные играют АБ6. Ну и надо жертвовать шашку. ДЕ7 и ставить вторую дамку. Чёрные здесь тут же ловят одну из дамок белых и выясняется, что это только ничья. Допустим, АЖ7 ставим дамку на А3. Ну и после хода на А8 соперники здесь заключили перемирие. То есть чёрные тут же ловят одну из дамок белых и ничья. Ну а где же всё-таки был выигрыш за чёрных? Оказывается, вот в этой позиции не надо было играть дамкой на А2, а чёрным надо было сделать тонкий ход дамкой на С7. Ну бесполезно тянуть шашку А1, потому что белые не смогут построить петли. Чёрные легко победят. Единственный шанс за белых здесь пожертвовать две шашки. СД6. Ну чёрные естественно бьют на С3 и белые играют ЕФ4. Видите, стоит двойная угроза. То есть либо сыграть СБ2, подорвать пункт А6, либо сыграть АБ2 и затем ФЕ5. Уже подорвать пункт Ж7. Кажется, что выигрыша здесь нет, но чёрных снова здесь выиграно. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень нестандартный выигрыш за чёрных. Не каждый день видишь подобные позиции. Чёрные выигрывают с жертвой АБ2. Единственный ход. Очень труднонаходимый ход. И затем играют дамкой именно на поле Е1. Тоже единственный ход. Ну и здесь уже всё просто. Видите, если белые сыграют ФЕ5, тогда мы нападаем просто дамкой и легко выигрываем. Если на Ж5 играют, тогда сразу же нападаем с поля А4. С лёгким выигрышем. Поэтому белые ещё сопротивляются. Допустим АБ2. Тогда переводим дамку на поле Е2. Ну и после хода, допустим АБ4, нападаем, приходится закрываться. Ну и затем играем АБ6. И белым остаётся только сдаться. Потому что ходов у них здесь нет. Допустим на ФЕ5 нападаем. Надо отходить. Снова нападаем. И дамка белых, видите, остаётся вместе с двумя шашками заперти. Вот такой очень нестандартный и очень красивый выигрыш был у мастера Дениса Дубков. Субтитры сделал DimaTorzok